В понедельник стартовала всероссийская акция «Монетная неделя». Хотя монеты по-прежнему широко используются в расчетах наравне с бумажными деньгами, довольно внушительная часть металлических денег оседает в копилках, что приводит к нехватке мелких денег в магазинах. Эта акция призвана помочь вернуть скопившиеся монеты в оборот и снизить издержки на их изготовление и транспортировку. Просто так принести монеты в банк и обменять их на банкноты или, например, заплатить ими кредит практически нереально, во всяком случае без комиссии. Несколько лет назад ЦБ напомнил, что по закону мелочь равносильно купюрам, поэтому банки должны принимать монеты по номинальной стоимости без дополнительной платы. Но ситуация не сильно изменилась. Тогда регулятор пошел другим путем. При поддержке Центробанка ежегодно проводится всероссийская акция «Монетная неделя», во время которой любой желающий сможет сдать мелочь в неограниченном количестве и любого качества без комиссии, обменяв их на купюры или зачислив на счет. Акция продлится до 2 июня. В прошлом году в ходе акции «Монетная неделя» по стране собрали 20 миллионов монет весом 87 тонн на сумму почти 83 миллиона рублей. Об акции этого года поговорим с гостем студии Дан Зотов, начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Банка России по Хабаровскому краю. Доброе утро, Антон Владимирович. Расскажите, как же происходит этот обмен? Нужно ли как-то подготовить монеты? Может быть, их расфасовать? Или прям вот мешком приносишь в банк, и там все посчитают? Вы уже сказали, что в обращении находится очень много монеты, ее мы много собираем, но правила очень простые. Вы выбираете отделение Банка, которое можно выбрать на сайте монетнанеделя.рф. Ближайшая к вам, самая удобная. Для своего удобства, для сокращения времени обмена вы ее можете рассортировать, не забыть паспорт, прийти и обменять любое количество монет в отделении банка. То есть, конечно, не все банки принимают на протяжении недели монеты? Вообще более 140 банков, 4000 отделений по стране, но вот на этом сайте вы можете определиться, какие банки в Хабаровске, какой вам ближайший, какой удобный режим работы вам, и обменять монету. На экранах у наших телезрителей появился QR-код, пожалуйста, сканируйте его, переходите на сайт, как раз таки, и посмотрите все сами в режиме реального времени. Ну а что касается этой акции, то есть действительно ли удобно во время именно этой акции отдать свои монеты в банк? Или, я, наверное, к Катину вопрос вернусь, можно не только во время этой акции? Или почему удобнее во время этой акции перейти? Не только удобнее, но и выгоднее, потому что во время этой акции банки не берут процент за обмен монеты. В любое другое время вы можете монету использовать как средство платежа, зачислить ее на свой счет и также применять ее для расчетов. Но во время акции удобно, не платя комиссию, зачислить. А вот Катя сказала, что как приносить в мешке или расфасовывая их эти монеты по номиналу, да? Лучше расфасовать. Быстрее кассир примет, кассовый работник. Вы будете знать сумму, которую вы принесли. А могут отказать, если принесли просто смесью номиналов нерасфасованных монет? По всем вопросам, которые возникают при обмене, мы рекомендуем обращаться в нашу интернет-приемную, где мы можем решить вопросы, разъяснить правила, снять какие-то конфликты, возможно, ситуации возникшей и помочь хабаровчанина обменять. Вот смотрите, любые монеты, я просто вспомнила вот еще до начала нашей беседы, что у меня однозначно стоит коробка прям вот с мелочи-мелочью, когда вот еще в ходу были 10 копеек, 50 копеек. Сейчас я в магазине уже не знаю сколько лет не встречала таких монет, но дома они у кого-то хранятся. Их тоже можно сдать? Или только те, что сейчас в ходу активном? В обращении находится весь номинальный ряд монет, от копейки до 25 рублей. То есть вы любые монеты, любых абсолютно номиналах, и более того, в разном состоянии, потертые, помятые, потемневшие, которые долго у вас пролежали и окислились, вы можете принести и обменять. А вне этой монетной недели могут ли мне вообще в коммерческом банке отказать принять так называемую мою мелочь? Нет, вам отказать в принятии не могут, но если еще раз возникнет какая-то ситуация, кассовый работник у вас посмотрит, определит возможности. Опять-таки, если есть какие-то вопросы, обращайтесь, мы всегда поможем. Давайте поговорим тогда о банкнотах в целом, которые на сегодняшний день используются у нас в обращении. Каков срок службы? Мы вот видим, что появляются обновленные, которые уже более прочные. Ну, если так в целом сказать, сколько служат банкноты сейчас у нас в Российской Федерации? По банкнотам все достаточно просто. Чем меньше номинал, тем меньше он служит. Если это 10 рублей, 50, это полтора года. Если 5 тысяч, более уважаемая банкнота, она служит до 5 лет в обращении, принимается, обращается. Далее мелкие номиналы, естественно, выходят из обращения быстрее. То есть получается, если 50-рублевая, например, купюра, вот на полтора года уже в обращении, она истерлась, подстрепалась. Что с ней дальше происходит? Ну, уходят из обращения, ее больше не принимают, она порвалась и все. Не все банкноты, которые истрепались, потерлись, порвались, они выходят из обращения. Банкноты с незначительными потертостями, утратами, они принимаются как законное средство платежа. Единственное, что если банкнота уже сильно повреждена, вы можете обратиться, опять-таки, в банк, и кассовый работник определит ее дальнейшую, так сказать, или примет у вас, или обменяет, или же в случае значительных утрат повреждений поставит штамп в обмене отказано, и он будет отказан. То есть именно незначительные какие-то повреждения? Незначительные повреждения. Информация вся о признаках платежеспособности в банкнотах также можно посмотреть на нашем сайте cbr.ru. Но в целом можно прийти, обменять бакноту в банке, правильно я понимаю? Еще раз. Даже если, например, после пожара, чуть-чуть, может быть, ее задело пламя. Да. Все. Отлично. Я думаю, что мы разъяснили всю информацию. Еще раз напоминаем, что стартовала уже монетная неделя, и до 2 июня можно обменять все свои копейки в банках, которые вы можете найти на этом сайте. Вот куда вам удобно, приходите, обращайтесь. Если вы не используете сейчас именно металлические монеты, то вы можете их обменять. Либо вам зачислены будут деньги на счет, либо вам выдадут просто купюрами. Напоминаю, что в гостях был Дан Зотов, начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Банка России по Хабаровскому краю.